Трасть к изготовлению алкогольных напитков упола клетка в крови. Еще до Второй мировой войны семья моего деда владела большой пивоварней в Чехии. Во время немецкой оккупации семья его деда евреи потеряла не только средства к существованию. Всех родственников, всю семью увезли в лагерь, там их и убили. Выжил только дедушка. Потом он всю жизнь пытался вернуть пивоварню, но у него так ничего и не вышло. Когда он умер, я вдруг подумал, что было бы хорошо хоть как-то прикоснуться к истории семьи, к моему наследию, и вернулся к нашему семейному делу. Так полхлетка стал производить виски в иллинойском городке Эвенстаун. Виски — это напиток, которым мечтает стать пиво, когда вырастет. Спрос на продукцию его компании растет не только в США, но и за рубежом. Наш виски продается уже в 45 штатах Америки и в 35 странах мира. Мы — крафтовый виски номер один в Великобритании. Его большая мечта — Китай. Экспорт крепкого алкоголя из США в Поднебесную вырос где-то на 2000%. Это ошеломительный показатель. Показатель, который может резко упасть в результате торговой войны. Тарифы, озвученные ключевыми торговыми партнерами США, включая Китай, уже ставят под угрозу продажи таких американских товаров, как его бурвон. Заговорили уже о 25%, что приведет к резкому повышению стоимости нашей продукции, которая и так не дешевая. Это сделает ее неоправданно дорогой для иностранного потребителя. Бурбон выбрали потому, что этот напиток для многих — символ Америки. Экономист и комментатор телеканала Fox Business Фил Флинн при этом не считает значительным влияние тарифов на продажи бурбона за границей. И в частности, в Китае. Пекин не собирается запрещать продажу этих товаров, они просто станут чуть дороже. В общем и целом, если у вас хороший продукт, и он ввозится в Китай из-за рубежа, то за него готовы заплатить больше. Пол, однако, предполагает, что тарифы повлияют на его бизнес и значительно сократят годовой оборот его продукции в Китае. По нашим оценкам, те 150 тысяч долларов, которые мы могли бы заработать, превратятся в 5 или 10 тысяч долларов прибыли. Это почти уничтожит ее. А с ней и часть американских рабочих мест. Чтобы изготовить виски, я должен купить зерно, которое должны вырастить, собрать и довезти до меня. Экспорт в Китае приносит доход в США всем участникам процесса. И я бы хотел, чтобы так оно было и впредь, чтобы все продолжало развиваться. Без этого роста, отмечает Хлитко, потенциальный ущерб в сотни тысяч долларов для его бизнеса, в этом году и в последующие годы может превратиться уже в миллионы долларов из-за отказа иностранных потребителей от слишком дорогого для них продукта. Сегодня мы просто заложники в этой политической игре. Это удручает. Игре, в которой, говорит американский предприниматель, победителя быть не может. Игре, в которой, говорит американский предприниматель, победителя быть не может.